Всем привет! Вы сидите на правильном питании, тренируетесь и результатов нет, возможно дело в стрессе. Сегодня об этом поговорим. Стресс это часть нашей современной жизни. Мы сталкиваемся с ним постоянно. И не столько страшен стресс, как наша реакция на него. Это восприятие тесно связано с похудением. Риск переедания повышается в моменты нервного напряжения. Стресс провоцирует усиленный синтез гормона кортизола, который вызывает задержку жидкости и запускает процесс накопления висцерального жира. Его уровень повышают и финансовые трудности, и сверхурочная работа, конфликты, хроническое недосыпание и жесткие низкокалорийные диеты. Важно начинать диету без стресса и снизить влияние раздражающих факторов. Главным фактором снижения стресса на диете является планирование. Планируйте свой рацион и вносите записи в дневник питания заранее, а не по факту съеденного. Готовьте пищу тоже заранее, на несколько дней вперед. Планируйте тренировки на неделю и придерживайтесь графика. Если вы склонны к заеданию стресса, то детально спланируйте свои действия для таких ситуаций, запишите их, а потом при случае повторите. План – это ваша опора и защита от стресса. Помните, что даже если вы не можете изменить ситуацию, вы всегда можете изменить свое отношение к ней. Как вы реагируете на стресс? Напишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал и до встречи в эфире.